Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, 18 мая, мы с вами не встречались с пятницей уже три дня и подведем итоги на сегодняшний день. Еще раз повторюсь, на 18 мая у нас зарегистрировано нарастающим итогом 90 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Учитывая, что в пятницу на утро у нас было на четыре случая меньше, распределились они таким образом. За 15 число выявлен еще один больной, за 16 мая еще двое и за вчерашний день за 17 еще плюс один человек. Итого четыре новых случая. Фактически четыре наших случая – это, как всегда, одна и та же песня. У нас есть заболевший из числа контактных, то есть в одной семье, где есть больной, и к нему лица, которые живут в этой семье, тоже заболевают. А еще у нас три случая завозных, причем завозные опять из этих же районов, про которые мы с вами уже говорили. Один случай у нас из Вознесенского района завоз, второй случай из Первомайского района завоз и третий из Ордатовского района. Вот тут я хочу обратить внимание, что это не просто завоз, а это именно потому и произошло заражение, что люди не соблюдали правил изоляции. То есть не просто выезжали, а выходили в магазины, общались с местными жителями, друг с другом большими компаниями общались. Сейчас большое количество вокруг себя высадили на карантин. Мало того, что заболели, завезли, так еще по несколько человек, по 5, а у некоторых по 10 человек еще в контактах, которые теперь тоже вынуждены сидеть дома, не ходить на работу, не учиться и так далее. Поэтому напоминаю о том, что на сегодняшний день для нас по-прежнему проблема – это завозные случаи. У нас в структуре нашей общей заболеваемости они составляют более трети. Ну а из 90 больных у нас есть и хорошая новость. У нас на сегодняшний день уже с учетом прошедших дней 40 человек нарастающим этапом выздоровевших. 40 выздоровела, 50 продолжают болеть. Из этих 50 госпитализировано на сегодняшний день 13 человек. Из них 2 в Нижнем Новгороде, и они остаются тяжелые. Это все те же наши двое тяжелых больных. И 11 человек госпитализировано в нашу клиническую больницу. Из этих 11 человек 9 человек сейчас переносят заболевание в средней степени тяжести. При этом еще на карантине под наблюдением нашим находятся еще 42 человека. Таким образом, если анализировать заболеваемость за все прошедшие дни и учитывать расчет показателей, который был предложен Роспотребнадзором для того, чтобы выходить постепенно из ограничений, мы по-прежнему видим, что практически по всем показателям мы на сегодняшний день готовы к первому этапу выхода из этих ограничений. Какие это показатели? Это темп распространения заболеваемости. Это количество свободного коечного фонда для инфекционных больных с COVID более 50%. На сегодняшний день это у нас отсутствие летальности. Это количество вне больничных пневмоний по сравнению с предыдущими периодами, годами, которые у нас не увеличились. И это уровень тестирования, который мы продолжаем держать на уровне более 150 обследований в день. Даже не обследования, а количество человек. Оно не всегда равно количеству обследований к количеству людей. Поэтому по всем показателям на первый этап мы годимся. Мы будем выходить с вами. И сегодня уже у нас промышленные предприятия наши городские начинают работу в большем режиме, за исключением групп, которые пока еще до конца месяца должны находиться на самоизоляции. Это лица 65+, лица с серьезными хроническими заболеваниями, беременные женщины. И еще дополнительно такой есть показатель, как многодетные с детьми до 14 лет. Повторяю, этим категориям лиц нужно узнавать о своем статусе, обращаться в клиническую больницу, определять это, с работодателем обговаривать. По этому поводу выходные звонков было достаточно много. Но есть еще и вопросы по поводу того, как чувствуют себя дети. У нас были с вами заболевшие дети. На сегодняшний день они входят в 40 человек выздоровевших. Мы за них очень рады. И были вопросы у нас по выходу на работу. Был вопрос по САТИСу, по технопарку. Там ситуация ровно такая же, как и на всех других местах. То есть санэпидслужба, а также работодатели ответственные всегда это тоже делают. Отсматривают, каким образом, с кем общались лица, пока они находились на изоляции. Куда они ездили, какие у них были контакты, с кем они вместе проживают и так далее. По технопарку у нас есть понимание того, кто может выйти на работу, а кто еще пока по контакту с больными не может на эту работу выйти. Но у них, с учетом тех случаев заболевания, о которых я вам ранее рассказывала, у них осталось еще 4-5 дней, то есть практически до конца этой недели, пока люди, их таких немного, которые пока на работу выходить не будут. Ну а все-таки, когда нам звонят, то большая часть вопросов касается, а из каких же все-таки регионов, приехав, мы должны сесть на изоляцию, не выходить, кого мы должны предупредить, как мы должны обследоваться. И это опять вопрос о том же, каков уровень заболеваемости сейчас, что для нас является наибольшими очагами. По-прежнему в Российской Федерации самым крупным очагом является Москва. И приехавшие из Москвы, в зависимости от того, сколько они были, где жили, с кем контактировали, они либо у нас обследуются, таких достаточно много было в выходные дни, но, правда, находок там нет, потому что люди молодцы. Они в Москве, кстати, многие уже приезжают уже с тестами из Москвы, тем не менее, некоторое время наблюдаются. Есть бдительные соседи и коллеги, которые звонят и говорят, а вот наша соседка или наша коллега на самом деле была в Москве. Проверьте, есть ли у нее сведения, есть ли у нее анализы. И такую работу мы тоже проводим. На сегодняшний день Москва – это то место, которое все знают, что там высокое заболеваемое, что, приехав оттуда, нужно быть начеку, что нужно обследоваться, что нужно находиться на изоляции. Вот это уже все усвоили. А вот наша округа, наша с вами Нижегородская область, опять остается в тени, опять многие думают, что Нижегородская область в этом плане достаточно благоприятная. Я хочу сказать, что, наверное, если в целом рассматривать Нижегородскую область, то да, по многим населенным пунктам такая же заболеваемость, как у нас в Сарове. В целом, если брать Нижегородскую область, то заболеваемость в два всего раза выше, чем у нас. Это не очень много считается по эпидемиологическим меркам. А вот если мы рассмотрим отдельные с вами населенные пункты, особенно те, которые находятся недалеко, а особенно те, где у вас, дорогие горожане, есть родственники, знакомые, куда вам очень хочется съездить, откуда иногда действительно приезжают. Вот я специально вам пересчете на 100 тысяч населения, то есть относительные цифры, которые можно между собой сравнивать, назову. И хочу обратить внимание именно на несколько таких городов. Вот обратите внимание. Нижний Новгород и Шатки. Ну, в два раза выше заболеваемость, чем у нас примерно. Ну, с учетом того, что это крупные, особенно Нижний Новгород, город с достаточно большими контактами с другими крупными городами, это совсем неудивительно. Это можно считать, что это примерно то же самое. А вот давайте по отдельным населенным пунктам. Кулебаки. Тот город, который, я напоминаю, у нас на карантине в Нижегородской области. В пять раз выше заболеваемость, чем в Сарове. А в Павлово, напоминаю еще раз, это не в абсолютных цифрах. Это в пересчете на 100 тысяч населения. То есть это те цифры, которые напрямую сравниваются между собой. В Павлово, тоже напоминаю, весь Павловский район и город Павлово, это у нас карантинный район. И у нас есть оттуда привозные случаи. И люди туда иногда ездили раньше, во всяком случае. В Павлово заболеваемость выше, чем у нас в городе, в 9 раз. Ордатов в 12 раз. Починки в 13 раз. И, наконец, ужас, ужас Дивеева. Мы прекрасно знаем, что там большой очень очаг. Если мы сравним нашу заболеваемость с заболеваемостью Дивеева, то мы с вами просто ужаснемся. Заболеваемость выше в 56 раз, чем у нас. В 56 раз. При этом люди по-прежнему считают, что если у них там есть какие-то контакты близкие, то ничего страшного, если они в этот дом съездят. Ну, мы же нигде не остановимся, мы же в магазин не зайдем. Да у нас заболеваемость там настолько высока, что вы можете заразиться там на каждом шагу, у каждого столба, что называется. Поэтому, если сравнивать даже Москву, которая общепризнана, что на самый высокий очаг, то вот посмотрите, заболеваемость в Москве на 100 тысяч населения составляет 1125, а в Дивеево 5340. В Дивеево в 5 раз выше заболеваемость, чем в Москве. И учитывая, что Дивеево близко, в Дивеево есть контакты родственные, в Дивеево есть связь с работой, в Дивеево есть связь наша территориальная, куда ходит транспорт и откуда у нас иногда привозят какую-то продукцию, вот это место остается для нас опасным. Именно его мы сейчас рассматриваем с учетом высокого уровня заболеваемости. Сколько уже сейчас там заболело человек, и мы надеемся, что они, так же, как и наши жители, успешно вылечатся, добавляем еще один инкубационный период, и надеемся, что через две недели, как нам обещают и власти Нижегородские, там будет стабилизирована ситуация, и они тоже постепенно начнут выходить. Но пока мы рассматриваем Дивеево как опасный регион, и мы сокращаем, и мы не допускаем, чтобы тех, у кого есть связь с Дивеево, их детки выходили в детские сады. Тут без обид. Все, что называется на цифрах, все обусловлено и все задокументировано. Поэтому держимся еще относительно Дивеева и Ордатова очень аккуратно в ближайшие дни. Выходим постепенно на работу. Со всеми вопросами обращаемся по-прежнему по медицинским вопросам к лечащим врачам, по вопросам эпидемиологической милости просим к нам. Всего вам доброго и до встречи в среду!